Замполит отдал приказ стрелять по... Отдал приказ перекрывать дороги. Подожди, ты, пожалуйста, скажи, где это конкретно происходило, ты знаешь? В Харькове на Окружной. В Харькове на Окружной, да? Когда это происходило? 24-го. Хорошо. Вы там находились. Какова была ваша задача? У нас не было задачи. У нас этот полков замполит, он сам все задачи ставил. Я понял. И в тот момент времени на Окружной, да? Кто находился? По какому вы начали стрелять? Сам замполит, ну, дорогу начали перекрывать. Гражданские, ну, там, строили типа в виде бунта. Сказали, туда надо, домой нам, на работу некоторым, надо туда-то проехать. Но замполиту это надоело. Он сказал стрелять уже по-граждански. И что дальше произошло? Расскажи, пожалуйста. Ну, вот, когда они стреляли, машины разворачивались, они уезжали. Некоторые уже вныкались, впрятались. Потом уже приехали ваши военные. Начали стрелять по нашим. Наши стреляли. Потом, когда наши стреляли, мы спасали с лейтенантом гражданских. Лейтенант это твой непосредственный начальник? Или как? Ты к нему подчинением был? Нет, это начальник, он был, этого, другого взвода. Ты помнишь, как его звали? Леванков Иван Александрович Радя. И вы вдвоем приняли решение? Да. Какое это? Решение спасать гражданских. То есть, украинских граждан? Украин, украинских граждан. По которым стреляли ваши? По которым стреляли ваши? Ну, в России стреляли, заводил полковник. Подполковник стрелять по гражданским. После того, как вы подошли к этим, ну, подбежали к гражданским, как дальше разворачивались события? Постараюсь вспомнить. Мы этих гражданских прятали за блоками. А что, за гражданских? Ты помнишь, что это было? Была мать ее, дочь. А возраст приблизительно? У матери 51 возраст примерно, а у дочери от 22 до 25. Хорошо, дальше что? Вы подбежали к ним? Ну, лейтенант подбежал, начал их с машины вытаскивать, кричать, давайте сюда. Мы их за блоки положили вместе с нами. Где-то проходят минут 20. Девушки там плакали, но потом через минут 20, там уже подполковник заметил, что мы гражданских с лейтенантом спасаем. Но он удал приказ стрелять по нам с лейтенантом и по ним. Лейтенанту сначала прилетело в каску, она еще не пробила, потом ему в сонную артерию уже. Его они убили, потом они стреляли в мать уже, в этой дочери. Мы потом с дочерью начали... Что женщина стала, в которой стреляли? Она тоже с лейтенантом у него погибла. Угу. Дальше что было? Потом мы с дочерью уже начали отходить. Свои же мне по ногам уже начали стрелять. По ногам, то есть по обеим ногам? Да. Угу. Ну вот, если это не гараж, они бы меня вообще убили тоже, как и лейтенанта с матерью. Угу. И с дочкой. Угу. Дальше что было? Дальше мы сидели с дочкой за этим гаражом, пока все не стихнет. Ага. Потом все стихло, эта дочка предложила уехать отсюда. И скорую вызвать. Угу. Она потом пошла до матери, где с лейтенантом они лежали друг на друге. Угу. Забрала ключи, я до машины дополз. Она у меня машину запихала на заднее сидение. Завела машину. Я спросил у детей меньше, она говорит, такси. Ну, мы все эти бордюры собрали. Где не было стрельбы, отъехали, наверное, на километрах 300, может, 400. Угу. Там мне пить захотелось. Я же после сознания кого-то ряду. Угу. Угу. Прочнулся уже. Мне пить хотелось. Прочнулся ты где? Попросил ее в машине. В машине? Да. В больнице попить и купить. Она заехала. Подожди. Подожди. Успокойся. То есть, ты очнулся уже в больнице, правильно? Или ты очнулся в машине? В машине очнулся. В машине очнулся. Попросил ее попить, правильно? Дальше что? Она возле магазина остановилась. Сбегала. Покупила. Я попил. Вызвала скорую. Потом позвонила своему отцу. Там отец ей сказал, чтобы она меня разделала. Это, ну, перевязала. Но она перевязать меня не успела. Скорая приехала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok